Ещё вот я хотела, кстати говоря, сказать про то, что давно я призывала к тому, чтобы нам не участвовать в Олимпиаде под белым флагом, потому что я вообще не очень понимаю, кто имеет в виду и что, отправляясь на Олимпиаду, то есть они представляют вообще кого. То есть государство спортсменов выучило, ну условно говоря, выучило, а потом они поехали сами от себя. Это что? Это я вот говорю уже, собственно, говорил, когда у вас была первая Олимпиада под белым флагом, то есть я её манкирую, я не написала ни слова про Олимпиаду, не собираюсь этого делать. То, что сейчас происходит, вот весь этот кипиш с допинговым этим скандалом, от чего вы ожидали? Вот чего? На носу Евровидение. Мы тоже будем принимать в нём участие для того, чтобы продемонстрировать, демонстрировать, насколько мы, как сказать, вот, насколько мы деструктивны. Потому что мы понимаем, что евровидение, критерии евровидения, вот самого конкурса сегодня таковы, что не может там победить условный Муслим Магомаев или Елена Образцова. Это невозможно. Это конкурс позоров. Это, да, это конкурс на самый деструктивный номер. Мы же понимаем это. И вот России, вот нужно вот в этом принимать участие? Вот, ну вот прям вот нужно, что ли? Вот это вот как бы очень интересно. Еще бороться, да переживать, еще заставлять страну. Бороться надо, да, голосовать. На самом деле, самое, мне кажется, вредное, это когда сидят вот бабушки в Тосковской области, условно говоря, у телевизора и переживают вот за этих всех перьях, значит, непонятных там существ, да, которые, оказывается, представляют нашу, так сказать, страну. И гордиться мы потом должны еще, если мы что-то, как не дай бог, выиграем там. Вот мне кажется, что сейчас вот кампания против участия России в Евровидении абсолютно, в общем-то, тождественна обсуждению вот этого проекта указа. Это как бы идет в одной связке. То есть те люди, которые за Евровидение, они против указа за нравственные ценности. Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть это такая макмусовая бумажка. Я не за то, чтобы спрятать Россию за железный занавес. Я думаю, что, да, не один нормальный человек. А я бы не отказалась, нет, я бы не отказалась. Я просто так думаю, что мы все выезжали в Европу, да, мы, у нас есть какие-то любимые города, страны, не знаю, там улочки, там какие-то ресторанчики, деревья, дворики, площади и так далее. Мы нормальные как бы люди в том смысле, что мы умеем видеть красоту, ценить ее, наслаждаться ею. Но к большому сожалению, к большому сожалению, та культура деструкции, которая сегодня уже практически сожрала Европу, нам она не нужна. А Евровидение – это такой конкурс, который направлен конкретно на наших детей. И это очень важно. Ведь люди моего поколения не смотрят, да, потому что, ну, нас уже все-таки из пути, наверное, не особенно-то сбить, который мы выбрали. Конечно, конечно. Мы достаточно устойчиво, так сказать, располачиваемся на нем. Уже мы все испортим. А, значит, молодежь, которая ищет свое место под солнцем, они, конечно же, у них много сомнений, они мнительные, они управляемы, да, мы прекрасно это понимаем. И вот именно им промывают мозг всякими там правами человека, лживыми, свободой воли и так далее. Поэтому мы должны просто вот оградить, да, вот оградить наших детей. Им 18 лет, им 20 лет, а все равно они дети. И, кстати говоря, психиатр, психологи давно уже сказали, что, к сожалению, психологический уровень зрелости в наше время очень сильно упал. Если мы сравним, к примеру, круг обязанностей, которые выполняли в XIX веке крестьянские дети, там, в 5-6 лет, которые были способны семью накормить, обеспечить, все шить, все одежду приготовить, всех накормить, избу прибрать и так далее. И сегодняшний современный там 25-летний подросток, да, который может не знать там, как стирать свои носки. То есть сегодняшний возраст не показатель психологической зрелости, а, следовательно, вот эти люди, которые, может быть, получили паспорта, которые якобы имеют гражданское право поставить свою подпись на выборах, а они действительно готовы поставить свою подпись, то есть расписаться в своем будущем, они действительно понимают, что происходит? Нет. Более того, возвращаясь к деятелям культуры и к тем учебным заведениям, которые сегодня воспитывают, обучают деятелей культуры, сейчас же ведь тоже абсолютно вымораны предметы, вот эта воспитательная составляющая. Как сегодня деятели культуры могут понимать плохой, вот с точки зрения идеологии, они фильм снимают, или хороший, вот он что несет? Сегодня никто не преподает эти критерии. Вот смыслы сегодня никто не… наоборот, они замыливаются от нас, скрывают смыслы, смыслы происходящего. Вот. И, к сожалению, мои коллеги не задаются этими вопросами. Это катастрофа, настоящая катастрофа. Потому что нет институтов, которые сегодня бы воспитывали именно политически грамотных людей, политически грамотных художников. А культура без политической грамотности сегодня превращается в однодневку, не знаю, там в… Она не нужна просто. Она не нужна жизни, если мы говорим «жизнь» с большой буквы. Она не нужна жизни. Вот. Поэтому, в общем, я за отказ от Евровидения. И потенциально, конечно же, за пересмотр участия России в других конкурсах. Таких, как «Оскар» с его новыми правилами толерантности. И кинофестивали класса А. Так как я неоднократно принимала участие в жюри всевозможных кинофестивалей, я вижу, какие фильмы отправляются на конкурсный отбор. Это очень и очень печальная с точки зрения как раз вот нравственной составляющей. То есть я бы не посоветовала эти фильмы смотреть своим детям. Ну, зачем мы встраиваемся бесконечно в эти все повестки? Зачем мы под них встраиваемся? Под эти премии, там, Олимпиады и так далее. Вот в фильме Тенгиза Абуладзе фразу, которую говорила мама Сапико Чаурели, боже мой, зачем эта дорога... Нужна дорога, если она не ведет к храму. Зачем она нужна? Зачем этот фильм, если он не ведет тебя к жизни? Если он тебе не помогает? Зачем это картины? Не знаю, там, это музыка. Это глина номер четыре. Зачем она тебе? То есть эти же символы, они вот разлиты в нашей жизни, да? Ведь против глины тоже сообщество высказалось против. А глина стоит, да? И это один из очень немногих памятников, которые охраняются. Дело в том, что у меня живут друзья в доме напротив набережной храма Христа Спасителя. Они рассказывают, что неоднократно народ хотел ночью прийти там и что-то там... Или написать. Как это вообще принять участие в протесте против этой глины четыре? А там, оказывается, стоят охранники с дубинками и так далее. То есть они-то кучу Г охраняют, понимаете? В центре Москвы. То есть положено, и вот будем охранять. Да, у нас действительно много неохраняемых памятников культуры, но вот этот охраняемый, да. Конечно. А этот охраняемый, да. Ну, как мы знаем, опять-таки, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Опять к вопросу о проекте указан. И пока, значит, наверху находятся люди, которым это нужно, там, нужно ставить глину, нужно свернуть указ. Ну, вот мы же должны как-то на это реагировать. Мы же являемся источником власти в нашей стране. Да, 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 ну, ну. Я говорю совершенно без шуток. А просто народ-то как-то должен же это понять. И вот мы с 19-го года, да, пытаемся вообще разобраться, кто в доме хозяин. На разных других примерах не будем сейчас, собственно, говорить про наболевшую тему медицинскую. Но это ведь все равно, так или иначе, борьба за смыслы. Смысл жизни. Цель жизни. Правила жизни. Целесообразности. Здравый смысл, в конце концов. Спасибо, Ольга Александровна. Вы нас обнадежили. С вашим энтузиазмом, с вашим оптимизмом. Я думаю, что мы все победим. И если не этим указом, указ, вот указ, то чем-нибудь, то есть своими делами, по крайней мере, свернем этот, воспользуемся это как точкой опоры для того, чтобы... Без вариантов. Спасибо большое. Спасибо.